Мигрант из Узбекистана только приехал в Россию и уже начал домогаться до местных женщин в аэропорту Домодедово. Получив отказ от нескольких, любитель PDF-файлов на весь зал стал оскорблять своих жертв, называя их русскими шлюхами. Услышав это, один из охранников вытащил мигранта из очереди, повалил его на пол, дав подсечку и вызвал полицию. Полиция задержала нарушителя, но в дело вмешалась диаспора. Любители PDF-файлов полицейские отпустили на улицы Москвы и извинились перед ним, а охранника с позором уволили. Наши зрители часто спрашивают, почему в таких случаях большинство русских наблюдают за преступлениями мигрантов, но не вмешиваются. А теперь поставьте себя на место того самого охранника. Его уволили с позором и навряд ли он теперь найдет новую работу. Более того, еще не факт, что мигрант не соберет сотню своих соплеменников и не подкараулит его или его семью возле подъезда. По сути, полиция официально запретила защищать русских женщин от мигрантов, в том числе от любителей PDF-файлов. Не знаю, что тут еще добавить. И вот там какая-то националистическая шелупонь, начиная там что-то рассказывать. Главное, вы замнили о себе что-то? О мигрантах они, понимаешь, судят. Вы что, правоохранители? Адвокаты, юристы, вы пошли в суд, что-то добились. Вы вообще что? И вот эти все, так сказать, попытки воспитать коренное население, коренное, опять же, это все туда же. Вот, знаете, хорошая у нас миграционная политика, население подкачало, народец говно. Вот, ну, не понимает он, так сказать, своего счастливого будущего, да, не понимает и все. Вот такие подходы ни к чему, как бы, не приведут. И разжигание будет не с этой стороны. Вы можете вообще сколько угодно заливать все вот этими фразами, а реальность на улице, так сказать, в жизни, она будет их опровергать каждый день. И тоже потеря доверия. И для этой категории граждан, менее образованных, менее квалифицированных, разрабатывать особые механизмы их принятия в страну. А зачем? Для того, чтобы они здесь существовали, они здесь работали. А не нам зачем? Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.